Нередко бывает так, что в ходе беседы на одну тему разговор переходит на обсуждение вопросов напрямую вроде бы с ней не связанных. Когда начальник теруправления села Мостовской Андрей Беспамятных рассказывал о ситуации на территории его ответственности, речь пошла о жизни на селе в целом и о молодом поколении в частности. Картина, как и в большинстве сел и деревень, страны похожая. Молодежь не слишком горит желанием возвращаться на малую родину, предпочитая жизнь в крупных городах. Впрочем, надежда есть, если с молодых ногтей прививать интерес к агропромышленному комплексу, который и кормит мегаполисы-миллионники. Мы организовывали экскурсию на молочную ферму в село Лебяткино, возили туда детей, показывали весь процесс производства молока. Там уже по современным технологиям, детям понравилось. То у нас же сначала все хотят стать банкирами, юристами, но никто не хочет работать в сельском хозяйстве. Но детям понравилось. К сожалению, практика школьных экскурсий на производство и предприятие давно активно не внедряется в Артемовском городском округе. А ведь показать есть что. Если у старших школьников голова занята выпускными и вступительными экзаменами, то у младших всегда найдется время познакомиться с интересностями там, где работают их родители, знакомые и родственники. Да и что говорить, многие выпускники еще не имеют четко сформированного понимания того, чем они хотят заниматься в будущем. Если поступают на ветеринара, непременно мечтают лечить собачек и котиков. Коровок и свинок лечить никто не хочет. Если на дизайнера, обязательно создавать красоту, а не искать изящные и эргономичные формы для строительства и техники. Список можно продолжать бесконечно. Поэтому особо важно, чтобы управление образования, муниципальные власти уделяли внимание вопросу знакомства школьников с реальным производственным сектором. А руководство предприятий и организаций шло им навстречу. Причем это не должны быть единичные акции для отчетов и красования в средствах массовой информации. Требуется планомерная и поэтапная работа по воспитанию в подрастающем поколении, уважение к главному богатству нашей страны – человеку труда. И на это не раз указывал губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, когда речь шла о развитии регионной страны, которые и состоят из таких небольших муниципалитетов, как Артемовский городской округ.